здравствуйте друзья здесь демитков юрий в прошлом видео я рассказал о том что если мы хотим заработать на росте нефти то мы в первом видео я объяснял что мы можем купить фьючерс на нефть потому что но люди многие говорят что нефть должна вырасти по результатам от моего опроса просто покупаем фьючерс на нефть насколько нефть выросла настолько вырос фьючерс настолько денег мы заработаем но есть большие риски потому что если вдруг все-таки нефти вместо того чтобы вырасти упала зараза то соответственно насколько она упала такие же убытки у нас и будут и для того чтобы ограничить убытки никто не хочет зарабатывать убытки себя на счет получать поэтому есть различные ухищрения там типа ну когда я рассказывал на курсе биржи для чайников я рекомендовал всегда ставить стопы то есть стоп лимит который ограничивает наши убытки но там есть ряд тоже недостатков потому что стоп лимит надо уметь ставить они регулярно слетают и вот это с одной стороны а с другой стороны эти фьючерс они такие заразы противные они прежде чем они вроде как взлетают да но прежде чем взлететь они так дернуться вниз стоп выбивает то есть мы фиксируем убытки он пошел вверх и и и вот оно так бывает регулярно и в прошлом видео я рассказал о том что можно купить просто опцион колл опцион колл это покупатель получает прибыль в случае роста базового актива ну то есть если базовый актив упал то что какие убытки но только цена опциона больше ничего а если актив вырос то человек получает разницу между той ценой до какой до которой вырастут текущая цена базового актива и ценой strike вот но во первых появилась непонятное слово strike во вторых что такое опционы и если вы посмотрите других всяких гуру то они будут говорить вам что не лезьте в опционы потому что опционы это огромный риск и это действительно так опционы действительно это огромный риск но с другой стороны опционы позволяют все-таки получать и во первых большую прибыль во вторых они позволяют получать гарантированную прибыль поэтому прежде чем лезть в опционы надо в них досконально разобраться поэтому давайте сейчас я хочу рассказать о том что что же такое опционы итак но давайте вернемся к самому началу мы надеемся на то что нефть вырастет но в данном случае базовый актив это нефть мы надеемся что нефть и вырастет и мы ставим на это дело то есть мы рассчитываем на то что нефть вырастет поэтому мы покупаем фьючерс вот мы покупаем фьючерс ну предположим вот он фьючерс да вот мы его купили а он потом взял вырос мы его продали что мы получаем мы получаем разницу между ценой покупки и ценой продажи что такое опцион ну вопрос а зачем тогда фьючерс если у нас не было фьючерса мы его купили потом значит когда мы его продали у нас снова нет у нас есть только разница зачем тогда нужен фьючерс когда можно купить опцион и не морочиться с фьючерсом опцион стоит дешевле вот такая суть опциона опцион это такая штука которая дает нам право получить разницу между текущей ценой и ценой strike и когда мы покупаем опцион то мы фактически вступаем спор с рынком буквально или там с кем-то о том что вот базовый актив я говорю вырастет кто-то горит не они вырастет вот и мы начинаем спорить то есть опцион это предмет спора всегда предмет спора то есть это предмет пари и для того чтобы понять что же такое это в принципе он торгуется на бирже и мы знаем что на бирже торгуются валюты мы знаем что на бирже торгуются акции облигации на фьючерсы и вот опционы чем они принципиально отличаются ну что такое валюта прежде всего валюта на каждой сказать если вы возьмете деньги в руки сказать какую-то купюру там написано что это билет банка россии то есть это такая штука в которой договариваются люди во все но все люди в стране о том что давайте все 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 в этой стране можно будет считать в какой-то определенных в каких-то определенных единицах давайте пусть это будет ну например рублей и так далее и за наполнением этих рублей будет следить центробанк центробанк печатает эти рубли и там курс этих рублей в зависимости от разных параметров меняется вот что такое валюта то есть валюту выпускает центробанк что такое акции акции выпускает уже компания компания которая занимается каким-то бизнесом она говорит что все активы этой компании будут разбиты на скажем миллион частей 1 миллионная часть этого этой компании это одна акция соответствует одной акции то есть каждая акция обеспечена всеми активами компании роль государства в этом смысле государство регистрирует проспект эмиссии и она гарантирует что да вот за этими бумагами хоть что-то стоит чтобы не было такого типа ммм которые стоили не больше чем стоит бумага на которой они напечатаны то есть публикуется это публичное акционерное общество публикуется бухгалтерский отчет и говорится что вот такая-то валюта значит актива там сказать баланс и все прочее и можно примерно разделить вот эту вот стоимость всех активов компании на количество акций которое определено строго в проспекте эмиссии и можно примерно посчитать стоимость этой компании вот кроме того есть еще такие ценные бумаги облигации облигации тоже когда компания какая-то берет в долг и она говорит я хочу взять в долг столько-то миллиардов рублей эти миллиарды рублей разделяются на какое-то количество частей тоже скажем на миллион и каждый искать и там если миллион искать рублей хочет взять то миллион но не миллион там миллиард взять хочет то выпускается миллион облигаций каждая облигация по 1000 рублей вот пожалуйста и держатели этих облигаций как бы дают в долг этой компании и облигации обеспечены теми же самыми активами этой компании если компания не рассчитывается то ее объявляют банкротами распродают все активы вот облигации фьючерс фьючерс обеспечен тем базовым актем на который опирается например если есть фьючерс на нефть то фьючерс обеспечен нефтью если есть фьючерс на золото то он строго обеспечен на золотом ну и есть различные фьючерсы фьючерсы это уже элемент срочного рынка фьючерсы выпускаются биржей и биржа гарантирует что однажды этот фьючерс будет обменен либо на сам базовый актив либо на эквивалент его стоимости но в частности например зачем нам нужно скажем бочка нефти или там один фьючерс это 10 бочек нефти зачем нам нужен 10 баррелей нефти в чистом виде нам нужна стоимость этой нефти естественно или там золото да золото ну золото еще можно купить там как-то засунуть его под матрас там и так далее вот поэтому фьючерсы бывают поставочные и фьючерсы будут бывают расчетные расчетные фьючерсы это когда мы получаем на свой счет денежку которая соответствует цене базового актива а поставочные фьючерсы это тот фьючерс который ну дает нам сам базовый актив но поставочных фьючерсов тоже дофига например есть фьючерсы на акции сбербанка я могу не покупать акции сбербанка я могу купить фьючерс на акции сбербанка и момент экспирации что у меня получается у меня фьючерс исчезает на срочном рынке а на фондовом рынке появляются акции сбербанка вот и пожалуйста по за пример поставочного фьючерса и вот мы добираемся к опциону а что же такое опцион и кто его выпускает и так смотрите деньги валюту выпускает центробанк соответствующей страны акции выпускает соответствующая компания облигация выпускает соответствующая компания фьючерс выпускает биржа и обеспечивает фьючерс это Это обязательство эмитента обменять этот фьючерс на стоимость базового актива. А кто выпускает опцион? Так вот, друзья мои, опцион, в принципе, не выпускает никто. Опцион – это предмет спора. И опцион – это право либо купить, либо продать тот или иной базовый актив, на который опирается опцион, по цене strike. Поэтому опционы бывают двух типов. Опционы put и опционы call. Опцион call позволяет купить, дает право купить базовый актив, купить базовый актив по цене strike. Опцион put дает право продать базовый актив по цене strike. Ну, что это значит? Во-первых, что такое базовый актив? Базовый актив по опционам – это всегда фьючерс. Это всегда фьючерс. И если я, например, хочу, чтобы, если я говорю, спорю о том, что нефть вырастет там больше, например, 68 долларов за баррель, то я, например, могу купить опцион call со strike 68 или со strike 67, или со strike 65, или со strike 62. То есть, вот, strike могут быть любые. То есть, я говорю, что я спорю о том, что нефть, ну, определенно будет выше, чем вот это вот. И кто является, ну, кто обеспечивает это мое право. А мое право обеспечивает продавец. То есть, в этом смысле получается, что есть две стороны. И опцион – это, в принципе, это предмет спора. Это пари. То есть, я, как покупатель опциона, например, да, спорю с… Есть и покупатель опциона, есть продавец опциона. Это, ну, клиенты биржи. И один говорит, я считаю, что нефть вырастет. Другой говорит, нет, не вырастет. Вот. И это предмет спора. В чем заключается роль биржи? Так вот, биржа, биржа – это, как бы, ну, третейский судья. Вот, понимаете, вот, когда мы в детстве спорили, спорим вот на это, на это там. Да, и, значит, кто-то разбивает вот это пари. Пари считается заключенным в этот момент. Так вот, биржа устанавливает условия вот этого пари. И эти условия очень жесткие. Хотите спорить, пожалуйста, говорит биржа, нет проблем. Давайте мы просто определимся с правилами этого спора. Вот что есть опционы. Поэтому на каждый базовый актив, на который продаются опционы, биржа говорит, давайте, ну, договоримся, что будем зафиксируем цены страйк. Цены страйк фиксируются вот таким образом. Давайте посмотрим на примере той же самой нефти, с которой мы начали. И биржа говорит, что цены страйк давайте определим с шагом через каждый доллар. Вот так. Очень просто. То есть есть страйки, скажем, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 и так далее. Вот. То есть страйки на опционы нефть идут через каждый доллар. А, скажем, на страйке на индекс РТС через каждые 250 пунктов. Вот. Ну, там в пунктах. Там вот так. Или там, ну, там в рублях 250 рублей. Страйки на индекс Мосбиржи тоже определяются. То есть, как они определяются? Ну, разумно как-то. Разумно. Потому что, ну, чтобы их не было слишком много. Вот. И на каждый страйк есть свой, ну, как бы, есть пара опционов. Если вы хотите, так сказать, спорить на то, что нефть будет ниже, чем этот страйк, пожалуйста, вам опцион ПУТ. Если вы хотите спорить на то, что нефть вырастет, то вам, пожалуйста, опцион КОЛ. То есть, на каждый страйк есть два опциона. Опцион ПУТ и опцион КОЛ. Вот. Таким образом. И теперь давайте уже определимся. А что же, какова роль, кто такие покупатели опциона и кто такие продавцы? Ну, покупатель опциона, как я уже говорил, получает право, получает право обменять этот опцион. То есть, он спорит, он говорит, цена вырастет выше, чем цена страйк. И у страйка есть своя, ну, тоже время экспирации, то есть, свое время. То есть, они спорят, всегда договариваются о том, через какое время это будет. И в момент экспирации покупатель опциона КОЛ получает право купить этот опцион по цене страйк. И неважно, сколько он стоит сейчас на бирже. То есть, если нефть выросла, если я купил опцион со страйком 65, а нефть стоит сейчас 69, вот давайте мы видим сейчас график, она вполне может до 69 вырасти. То есть, я говорю, что опцион, которого срок экспирации будет 28 января, к 28 января, вырастет выше, чем 65 долларов за баррель. То есть, я покупаю опцион со страйком 65, опцион КОЛ со страйком 65, то я плачу за этот опцион какую-то сумму денег, которая называется премия за опцион. Опцион я плачу, и если опцион не вырос ниже, чем 65, то я теряю свою премию, я проспорил. А если опцион выше, чем 65, то я получаю разницу между той ценой, куда он пришел, и ценой страйк. Я надеюсь, это понятно, да? Ну и вообще все стало понятно, не так ли? Ну, чтобы вы не говорили, что вам все понятно, я могу вам сказать, что опционы бывают точно так же поставочные и маржируемые. Вам уже опять непонятно. Ну, я вам скажу так, что смотрите, ну, нефть. С нефтью все достаточно просто, хотя нет, не очень. Вот нефть, да? Смотрите, я могу, я имею право, то есть нефть выросла, я имею право купить базовый актив по вот этой цене. Если я покупаю базовый актив, то есть если я покупаю базовый актив, то у меня появляется базовый актив, то есть фьючерс на нефть. То значит, это поставочный опцион кол. А если я получаю разницу в цене текущей и ценой страйк, то это маржируемый опцион. Опять все понятно стало, правильно? И точно так же с опционом пут. Если я купил опцион пут, я со страйком 65, то цена опустилась там до 62, я получаю по опциону пут. Сколько? 62 минус 65 минус 62, получается 3 доллара за каждый баррель. Опцион это 10 баррелей, то есть 30 долларов я получу за этот опцион. А что я потеряю на этом опционе? Только ту цену, за которую я купил. Премию. То есть, смотрите, на момент покупки опциона покупатель опциона платит премию. И вот эта премия, это максимальная потеря, максимальный убыток, который он получит от этой сделки, когда она завершится. А прибыль по опциону не ограничена. И вот такое право. То есть, смотрите, я плачу какую-то небольшую премию, все, то есть это все мои убытки. То есть, куда бы он ни упал, я больше не потеряю. Классно, классно. А если он вырос, то моя прибыль не ограничена. Ну, а кто же за это заплатит, за все удовольствие? А за это заплатит как раз продавец опциона. Продавец опциона. Вот покупатель покупает, покупатель опциона покупает право купить или продать опцион по той цене. Если это опцион кол, то он получает, покупает право купить. Если это опцион пут, он покупает право продать. А обеспечивает это право продавец опциона. И продавец опциона продаёт свою обязанность исполнить опцион. И у продавца всё наоборот. Продавец, когда продаёт свой опцион, он получает денежки. И это его максимальная прибыль, которую он получит от этой сделки. А если цена опциона, то есть, например, колл и цена базового актива стала расти, и она выросла выше, чем базовая, выше, чем цена страйк, что будет с продавцом? Продавец обязан выплатить вот эту разницу между текущей ценой и ценой страйк. Обязан выплатить покупателю опциона. Такие правила. Вот так отличаются покупатель опциона и продавец опциона. Ну, вы скажете, и поэтому, да, и поэтому все говорят, что, ребята, опционы можно только покупать. Вот я на своём курсе говорил, что, ребята, опционы страшно, страшно, страшно рискованная вещь. Опционы только покупайте, ни в коем случае не продавайте, потому что если вы продаёте опцион, то вы получаете маленькую прибыль, маленький доход, он гарантирован, да, вот, но в случае, если опцион уходит в ту или иную сторону, опцион колл уходит вверх, так сказать, как бы цена базового актива уходит вверх, или цена базового актива опускается вниз, то, значит, соответственно, вот эту вот разницу – это ваш убыток. Убыток продавца опциона не ограничен, а прибыль всегда ограничена. Поэтому все говорят, что ни в коем случае не продавайте опционы, а только покупайте, чтобы ограничить свои убытки. Вот именно так. То есть вы, если хотите, чтобы, если вы считаете, что базовый актив упадёт, то вы просто покупаете опцион пут, если вы думаете, что базовый актив упадёт. А если вы считаете, что базовый актив вырастет, то вы покупаете опцион колл. И то, и другое вы покупаете. Ни в коем случае не продавайте, говорят все консультанты, потому что в противном случае вы рискуете налететь на максимальные убытки. Ну тогда вопрос, а кто же их продает? И в чем интерес? Продавца опциона первое, а во-вторых мы уже столкнулись с премией за опцион, то есть продавец опциона получает премию и это фиксированное как бы вот все. То есть если, например, я продаю опцион кол, а базовый актив упал, то премия остается у меня, естественно, да? Логично? Логично. И вы знаете, на практике получается, что прибыль чаще получают продавцы опционов, чем покупатели. Почему? Потому что цена, премия. И премия должна быть справедливой, потому что премия определяется по результатам пари. Вот это вот как раз предмет торга. И как раз премия, премия, это ключевой вопрос в опционах. Именно премия, потому что в прошлом видео я показал, что 1,47 доллара стоит опцион кол. 1,47 за каждый баррель, то есть 14,7. И для того, чтобы опцион кол у меня ушел в прибыль, он уйдет в прибыль только после того, как цена нефти увеличится больше, чем на 1,47. А иначе я потеряю либо всю премию, либо часть премии, если я покупаю опцион. 1,47 – это недешево. И, ну, во-первых, конечно же, покупатель опциона заинтересован в том, чтобы заплатить поменьше. Ну, продавец опциона заинтересован в том, чтобы продать подороже. Как определяется цена опциона? Как она зависит от цены страйк? Это отдельный разговор. И об этом я расскажу в следующем видео. Там очень интересно, друзья мои. И очень-очень все необычно. Там очень много параметров. Поэтому, прежде чем покупать или продавать опционы, не рвитесь туда. Давайте разберемся вместе. Сейчас поставьте, пожалуйста, лайк. Прокомментируйте. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Я вас уверяю, что вы об этом не пожалеете. Я вам точно говорю, что вы об этом не пожалеете. Поэтому сделайте это, пожалуйста. Я еще раз напоминаю. Больше напоминать не буду. Потом будете жалеть. Потому что у меня есть задумка. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитрович Юрий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok